халё-халё привет всем кто изучает немецкий язык меня зовут анжелика и мы в берлине ох уж эти немецкие слова которые имеют похожее звучание вся трак а уфтрак антрак какая разница между этими словами вы узнаете в этом видео обязательно подпишитесь чтобы не пропустить все мои полезные советы которые я даю вам на моем канале и так три слова которые мы сегодня с вами не просто запомним а научимся использовать их правильных ситуациях у нас будут ассоциации будут шаблоны конструкции поэтому досмотрите до конца и начнем мы с первого слова и это все так тот кто сейчас живет германии наверняка уже много раз это слово слышал все трак мужской род а инфер трак который мы имеем в разных ситуациях и давайте для начала его переведем фир трак это договор какой может быть договор но если вы устраиваетесь на работу тогда этот фир трак мы как бы дополняем уточняем слово айн ах байт сфер трак если у вас договор например на аренду квартиры квартира это вону к мы ее митин то есть митин это брать в аренду поэтому нам нужно заключить договор на аренду недвижимости да поэтому он будет называться айн митфер трак митфер трак это договор на аренду от слова митин конечно же этих вариантов договора может быть огромное множество поэтому не пугайтесь не забывайте что мы можем добавить уточняющее слово и показать о каком конкретно договоре идет речь а сейчас давайте с вами поиграем такую небольшую игру я ее называю ассоциации то есть какие у нас глаголы действия слова будут связаны с договором и так сначала мы его должны как бы согласовать может быть да то есть чтобы стороны сошлись в этих пунктах глагол согласовать будет немецком языке звучать все майн барын да как согласиться согласовать состыковочные пункты найти взаимопонимание фирайн барын это еще и термин когда если вы с кем-то договариваетесь то есть ваши свободные окошки и того человека с кем вы хотите встретиться должны быть какие-то едины фирайн барын очень красивый глагол шлю его вашу копилочку дальше потом мы его конечно же прежде всего прочитать должны ознакомиться и в миссинге анальс свайте швид как следующий этап второй шаг айнэн фиртат лизин прочитали все хорошо потом может быть мы какие-то вносим корректуа коррегируем исправить внести какие-то корректуа или коррегируем исправлять изменять какие-то дополнения вносить ну и потом если все хорошо да то есть мы нашли общие точки соприкосновения мы его как бы делаем но махан это конечно примитивный глагол поэтому давайте возьмем подписать что такое подписать это мы пищем это швайбы но мы-то внизу как бы до в конце визируем своей подписью соглашение о том что нас все устраивает подписать по-немецки будет унта с хайбин да то есть пишем внизу унта швайбин забить айнэн фирт рак подпишите пожалуйста договор и так фирт рак это договор напишите в комментариях а бензиш он айнэн фирт рак есть ли у вас уже какие-то договора которые вы подписали буду ждать ваши варианты попробуйте сразу с уточняющим словом мы все будем охотно следить за комментариями людей которые уже столкнулись договорами живя в германии например и так здесь я думаю все понятно переходим к следующему слову это антрак вроде бы похоже созвучно с предыдущим фирт рак но теперь у нас уже стоит в начале антрак это конечно же будет совершенно другое слово антрак переводим как больше как заявка когда мы на что-то претендуем мы должны айнэн антрак штеллен да именно в таком застывшем выражении обязательно мы должны запомнить новое слово штеллен ну штеллен это как бы дословно поставить и так все вместе что это такое заявку поставить заявление написать да именно вот такой идиомой нужно всегда запоминать это слово только с глаголом штеллен кого-то куда-то мы ставим в данном случае мы претендуем например хотите принять участие в тендере да и вам нужно эту заявку подать по немецким мидер миссин айнэн антрак штеллен или тот кто имеет детей например и хочет получать пособие на детей чтобы осуществить эту процедуру прежде всего необходимо подать заявку подать но в немецком мы должны именно взять вернился инсуев айнэн антрак штеллен да вот такое слово тоже вам обязательно пригодится берите его себе в арсенал ваших знаний ну и последнее слово сегодня такое вот в созвучном ряду фирт от антрак и это слово будет звучать ауфтрак и так что теперь какой нюанс именно в этом значении слова которые мы ауфтрак и теперь очень часто это слово используется например давайте попробуем его перевести да то есть ауфтрак это теперь как поручение вы кому-то вместо себя поручайте что-либо сделать да например вы делаете абонемент на фитнес годовой контракт до айнэн фир тракфю айн я это мы уже с вами знаем но теперь чтобы не осуществлять ежемесячно платеж то есть приходить или там забыли квитанцию не оплатили это все очень иногда сложно поэтому вы гиббин айнэн ауфтракцию узором банк и банк будет самостоятельно ежемесячно сумму снимать с вашего конта то есть этот ауфтрак или вы берете что-то в кредит и даете поручению банку чтобы он ежемесячно вносил вместо вас платеж или у вас фир тракфер интернет да то есть у вас есть долгосрочная какой-то подписанный договор айнэн фир тракхабин зишон унтасе бен и земли синдан монат лишь они гвисе суммы дафе обе царин он заволен даст них зэпс махэн он дэсвэгэн мюсэн вя айнэн ауфтракцию узор и банк гибин поэтому мы даем такое как бы задание поручение нашему банку снимать да то есть позволять делать это с нашего конта и это слово еще тоже вот очень часто в банковской лексике применяется да когда мы еще делаем вот этот долгосрочность то есть какая-то длительность длится у нас по-немецки это даурн вилан кидал дайн дочку с как долго длится твой немецкий курс доллар да то есть вот это основное слово сейчас нам понадобится чтобы наш ауфтрак да вот это поручение еще удосконалить и будет у нас айн дауэ ауфтрак то есть как бы длительной да такая это как автоматическое списание средств нашего счета мы даем поручение на вот это автоматическое а бухонг может быть или обвайзу на снятие на перевод денежный средств вензии айнен дауэр ауфтрак обе дас бидой ты дас банк от ирлаубнис фон и нын они гвизы зумы монат лишь обцу бух и поэтому банка будет такое как бы письменное ваше разрешение автоматически на длительный период срок вашего договора снимать денежки с вашего счета вот такое видео которое поможет вам сделать индифицировать вот такие нюансы отличающие друг от друга три слова айнфер так айнен антрак и ауфтрак пользуйтесь пишите ваши комментарии какие у вас уже есть договора если у вас такие дауэр ауфтреки кстати плюраль был айнфер трак фертреки айн антрак ди ауфтреки антреки до плюральс умляутом не забывайте тоже добавлять на этом все желаю вам алис готе тюс без цумн экстен маль с вами была анжелика пока пока